Урок 1. Преодоление тяги к сладкому Привет, Анна. Ты также любишь сладкое, как и я. Безусловно. Привет, Джон. Я знаю, что каждый день ем слишком много сладостей. Я просто стараюсь им противостоять. Это непросто, но есть способы преодолеть эту тягу. Испробовали ли вы какие-либо стратегии? Да, я экспериментирую с несколькими техниками, которые помогут сократить потребление сладкого. А как же ты? Я считаю, что наличие под рукой более здоровых альтернатив помогает удовлетворить мою тягу к еде, не вдаваясь в подробности. Отличная идея. Какие твои любимые более здоровые блюда? Мне нравится перекусывать свежими фруктами, такими как ягоды или небольшой кусочек тёмного шоколада, когда мне нужно что-то сладкое. Звучат очень вкусно. Я также позабочусь о фруктах и тёмном шоколаде. Другая стратегия заключается в том, чтобы избегать обезвоживания в течение дня. Иногда жажду можно спутать с голодом или тягой к сладкому. Это правда. Я попробую пить больше воды и посмотрю, поможет ли она обуздать тягу к еде. Кроме того, может быть полезно определить триггеры, вызывающие тягу к сладкому. С ними связано определённое время или эмоции. Я заметила, что жажду сладкого, когда испытываю стресс или скуку. Стала привычкой съесть что-нибудь сладкое. Осведомлённость играет ключевую роль. Как только вы определите свои триггеры, вы сможете найти более здоровые способы справиться со стрессом или скукой. Я могла бы попробовать заняться такими видами деятельности, как прогулка или глубокое дыхание, когда возникнет такая тяга. Это отличная стратегия. Поиск альтернативных занятий, которые удовлетворят вас эмоционально, поможет избавиться от привычки тянуться к сладкому. Я попробую и посмотрю, изменится ли это к лучшему. Пришло время взять под контроль мою тягу к сладкому. Помните, что употреблять сладости в умеренных количествах – это нормально. Полное лишение себя в будущем может привести к перееданию. Вы правы. Речь идёт о поиске баланса и внимании к размерам порций. Совершенно верно. Реализуя эти стратегии, вы сможете отказаться от сладкого и сделать выбор в пользу более здорового образа жизни. Спасибо за совет. Я полна решимости покорить сладкоежку и улучшить общее самочувствие. Я в тебя верю. Благодаря целеустремленности и настойчивости вы сможете преодолеть эту тягу к сладкому. Урок 2. Героини, предприимчивые. Привет, Анна. Ты когда-нибудь читала книги или смотрела фильмы о пиратах или игроках? Привет, Джон. Да, я нахожу истории о пиратах и игроках довольно интригующими. Они часто связаны с захватывающими приключениями. Совершенно верно. Общим элементом таких историй является отважная героиня. Обычно она сильная и независимая женщина. Это правда. Героиню часто изображают нахочевой, смелой и способной выдержать собственные силы. В самом деле. Иногда героиня может даже иметь сорванскую сторону, бросая вызов традиционным гендерным стереотипам. Приятно видеть женских персонажей, которые освобождаются от общественных ожиданий и проявляют свой авантюрный дух. Совершенно верно. Эти героини вдохновляют многих, побуждая людей выходить из зоны комфорта. Я согласен. Они показывают нам, что храбрость не знает пола и что каждый может отправиться в увлекательные путешествия. Именно так. Очень важно, чтобы в литературе и средствах массовой информации появлялись разнообразные изображения сильных героинь женского пола. Тем самым мы расширяем возможности девочек и учим их тому, что они могут стать героинями своих историй. Совершенно верно. Крайне важно содействовать равенству и поощрять всех к реализации своих увлечений и мечтаний. Эти истории также служат напоминанием о том, что сила проявляется в разных формах и что важно быть верным себе. Хорошо сказано. Миру нужно больше историй, посвященных мужеству и стойкости предприимчивых героинь. Не могу не согласиться с этим. Давайте продолжим поддерживать и получать удовольствие от рассказов, которые вдохновляют и вдохновляют. Определенно. Итак, есть ли конкретные книги или фильмы с участием предприимчивых героинь, которые вы бы порекомендовали? А, их много. Одна из моих любимых книг – книга под названием «Дочь пирата». В ней рассказывается история бесстрашной молодой женщины, которая становится капитаном пиратов. Звучит завораживающе. Я добавлю его в свой список для чтения. А если вам интересны истории об азартных играх, то «Игра Молли» – это захватывающий фильм, основанный на реальных событиях. Урок 3. Обучение в библиотеке. Привет, Анна. У меня много домашних заданий. Хочешь пойти со мной в библиотеку? Привет, Джон. Звучит как хорошая идея. Библиотека – тихое и уютное место для учебы. Определенно. Там легче сосредоточиться, не отвлекаясь. Совершенно верно. Кроме того, мы можем получить доступ ко всем ресурсам, необходимым для выполнения наших заданий. Я согласен. Библиотека обеспечивает отличную учебную среду. Напоминаю, что мы должны быть внимательны и не шуметь. Конечно. Мы должны уважать тихую атмосферу и других людей, которые там учатся. Правильно. Важно помнить о том, что окружающие нуждаются в концентрации. Обязательно возьму с собой наушники, чтобы слушать музыку, никого не беспокоя. Неплохая идея. Мягкая фоновая музыка иногда помогает сосредоточиться. Есть ли у вас какие-либо конкретные предметы или задания, над которыми вам нужно работать? Да. Мне нужно закончить исследовательскую работу на уроке истории. Как насчет тебя? Мне нужно закончить задание по математике и пересмотреть некоторые понятия по химии. Мы можем сидеть за соседними столами и работать над своими индивидуальными задачами. В случае необходимости мы всегда можем помочь друг другу. Похоже на план. Всегда приятно, когда есть к кому обратиться за помощью. Совершенно верно. Мы можем поддерживать друг друга и делиться знаниями. Нужны ли вам конкретные книги или справочники из библиотеки? Да. Я проверю, есть ли у них книги об историческом периоде, который я изучаю. Посмотрю, есть ли у них учебники по математике или справочные материалы по химии. Отлично. Давайте составим список нужных нам книг, чтобы мы могли быстро их найти. Я также возьму с собой ноутбук на случай, если нам понадобится доступ к онлайн-ресурсам. Неплохая идея. Наличие цифровых ресурсов под рукой может быть очень полезным. Знаете ли вы, есть ли в библиотеке частные учебные комнаты, которыми мы можем воспользоваться? Не уверен, но мы можем спросить библиотекаря, когда приедем туда. У них будет вся информация. Хорошо. Я соберу в сумку все необходимые материалы и встречусь с вами в библиотеке. Звучит неплохо. Давайте воспользуемся нашей учебной сессией по максимуму и будем продуктивными. Совершенно верно. Мы выполним свою работу, а потом почувствуем себя выполненными. С нетерпением жду этого. Увидимся в библиотеке. Увидимся там. Давайте проведем целенаправленную и успешную учебную сессию. Урок 4. Индивидуальный стиль и украшения. Привет, Анна. Я заметила, что у тебя уникальное чувство стиля. У тебя есть любимые украшения. Привет, Джон. Спасибо. Да, я люблю украшать украшения аксессуарами. Это придает моим нарядам индивидуальность. Отлично. Ювелирные изделия действительно могут улучшить внешний вид человека в целом. Определенно. Это позволяет нам выразить свою индивидуальность и продемонстрировать свой личный стиль. Я согласен. Когда дело касается украшений, у всех разные предпочтения. Совершенно верно. Кому-то больше по душе изящные и минималистичные изделия, другим – смелые и эффектные украшения. Каким украшением вы склонны тяготеть? Обычно я выбираю изящные ожерелья и складываемые кольца. Они прекрасно дополняют мой стиль. Звучит элегантно. Я уже замечал, что вы носите их раньше, и они отлично смотрятся на вас. Спасибо. Все дело в том, чтобы найти то, что подходит именно вам и поможет вам чувствовать себя уверенно. Я согласен. Важно носить украшения, которые позволяют нам чувствовать себя комфортно и отражают нашу индивидуальность. Именно так. Украшения – это форма самовыражения, и мы должны носить то, что нам нравится. Есть ли какие-либо конкретные материалы или драгоценные камни, которые вы предпочитаете в своих украшениях? Мне нравится серебро 925 пробы и розовое золото. Они не подвластны времени и женственны. Это популярные варианты. Драгоценные камни также могут добавить цвет и яркость. Определенно. Драгоценные камни, такие как аметист, бирюза и опал, могут придать изделию особый характер. Есть ли у вас какие-либо советы для тех, кто хочет начать экспериментировать с украшениями? Начните с универсальных изделий, которые можно легко смешивать и сочетать. Кроме того, учитывайте оттенок кожи и цвет одежды. Это хорошие замечания. Украшения должны дополнять наш цвет лица и сочетаться с одеждой. Да. И не бойтесь пробовать новые стили и дизайны. Все дело в том, чтобы найти то, что вам нравится. Я учту это. Я подумываю о том, чтобы добавить в свой гардероб украшения. Отлично. Это интересный способ улучшить свой стиль и заявить о себе. Есть ли конкретные магазины или бренды, которые вы рекомендуете для покупки качественных ювелирных изделий? Я проведу небольшое исследование и рассмотрю разные варианты. В этом и заключается дух. Получайте удовольствие от процесса и получайте удовольствие, открывая для себя свой личный ювелирный стиль. Спасибо за совет. Я благодарна за это. Урок 5. Удобный прокат автомобилей. Привет, Анна. Если вы заинтересованы в аренде автомобиля, не могли бы вы предоставить мне данные о своей машине? Я завершу бронирование для вас. Привет, Джон. Конечно. Я ищу компактную машину с автоматической коробкой передач и достаточным количеством мест для 4-х человек. Отлично. Я обязательно найду подходящую машину, соответствующую вашим требованиям. Спасибо. Я также предпочитаю автомобиль с хорошей топливной экономичностью и современными функциями безопасности. Совершенно верно. Безопасность и топливная экономичность являются важными факторами, которые следует учитывать при аренде автомобиля. Я согласен. Всегда лучше выбирать автомобиль, в котором приоритет отдается как комфорту, так и заботе об окружающей среде. Определенно. Я также проверю наличие дополнительных функций, которые могут вам понадобиться, таких как GPS-навигация или подключение по Bluetooth. Это было бы полезно. Наличие системы GPS облегчит мне навигацию по незнакомым дорогам. Понимаю. GPS может стать спасением, особенно при изучении новых мест. Именно так. Чтобы путешествие прошло гладко и без стресса, важно иметь надежные навигационные инструменты. Не могу не согласиться с этим. Теперь давайте обсудим продолжительность аренды. Мне понадобится машина на 4 дня. У меня должно быть достаточно времени, чтобы осмотреть окрестности. Идеальный. Я запишу продолжительность аренды и проверю, есть ли доступные скидки или рекламные предложения. Это было бы замечательно. Сэкономить на аренде было бы приятным бонусом. Я сделаю все возможное, чтобы найти для вас лучшие предложения. Теперь давайте перейдем к местам посадки и высадки. Я предпочитаю забрать машину в аэропорту. Мне так удобнее, так как я прилечу. Понятно. Я обязательно позабочусь о том, чтобы машина была готова для вас в аэропорту. Отлично. А что касается места высадки, я бы хотел вернуть машину в тот же аэропорт. Отмечено. Возврат автомобиля в аэропорт избавит вас от дополнительных расходов на транспортировку. Именно это я и имел в виду. Спасибо, что позаботились обо всех деталях. Мне очень приятно. Я хочу, чтобы ваш опыт аренды автомобилей был беспроблемным и приятным. Я ценю твою помощь. Я с нетерпением жду возможностей исследовать окрестности на арендованной машине. Уверен, вы отлично проведете время. Приятного вам путешествия и безопасных путешествий. Привет, Анна. Вы когда-нибудь сталкивались с шероховатыми поверхностями? Например, наждачная бумага. Безусловно. Привет, Джон. Наждачная бумага шероховатая и используется для сглаживания и придания формы поверхностям. Верно. Интересно, как шероховатость наждачной бумаги может помочь в различных проектах? Определенно. Это все равно, что преобразить поверхность, удалив дефекты и сделав ее более гладкой. Именно так. Удивительно, как разные уровни шероховатости наждачной бумаги позволяют достичь разных результатов. Да. Более крупное зерно используется для тяжелых работ, а более мелкое зерно обеспечивает более гладкую поверхность. Вы абсолютно правы. Все дело в том, чтобы выбрать подходящую наждачную бумагу для достижения желаемого результата. Кстати, об остроте. Вы когда-нибудь использовали тупой нож на кухне? А, да. Тупые ножи могут усложнить и даже сделать режущие задачи более опасными. Это правда. Острый нож обеспечивает точность и упрощает и делает приготовление пищи более простым и безопасным. Совершенно верно. Для эффективного и приятного приготовления пищи необходимо держать наши ножи острыми. Интересно, как простая заточка может существенно изменить кухню? В самом деле. Это небольшое усилие, которое приносит большую пользу с точки зрения функциональности и эффективности. Я полностью согласен. Для обеспечения оптимальной производительности важно поддерживать точность наших инструментов. И не только на кухне. Резкость ценится в различных областях, например, карандаши для точного письма или инструменты для рукоделия. Отличное замечание. Четкость повышает нашу способность создавать и достигать желаемых результатов. Удивительно, как разные текстуры и качества влияют на наш повседневный опыт, будь то шероховатость или резкость. Совершенно верно. Эти, казалось бы, мелкие детали могут существенно повлиять на то, как мы воспринимаем мир и взаимодействуем с ним. Так и есть. Это напоминает нам о необходимости обращать внимание на детали и ценить окружающие нас нюансы. В самом деле. Это напоминание о необходимости стремиться к плавности и резкости в наших начинаниях, как больших, так и малых. Хорошо сказано. Давайте будем стремиться к плавности во взаимодействии и четкости в наших занятиях. Урок 7. Налаживание связей. Привет, Анна. Было здорово познакомиться с тобой. У меня такое чувство, что мы становимся хорошими друзьями. Привет, Джон. Я чувствую то же самое. Приятно, что есть с кем поделиться мыслями и опытом. Совершенно верно. Очень важно иметь кого-то, кому мы можем доверять и кому можно доверять. Не могу не согласиться с этим. Приятно осознавать, что мы можем быть открыты и честны друг с другом. Определенно. Когда нам удобно делиться своими проблемами и успехами, это укрепляет нашу связь. Я тоже в это верю. Прекрасно. Когда мы можем поддерживать и поощрять друг друга. Совершенно верно. Мы можем быть рядом друг с другом, подбадривать друг друга и протягивать руку помощи. Это правда. Мы также можем молиться друг за друга, ища божественного руководства и благословений. Я рада, что вы об этом упомянули. Молитва объединяет людей и способствует более глубокому общению. Так оно и есть. Это мощный поступок, демонстрирующий заботу и заботу о благополучии друг друга. Я полностью согласен. Когда мы молимся друг за друга, это укрепляет нашу дружбу и сближает нас. Я благодарна за то, что ты подружился. Наши беседы были содержательными и вдохновляющими. Это чувство взаимно. Приятно, когда с таким человеком, как ты, можно поговорить и поделиться своим жизненным путешествием. Точно так же. Приятно идти рядом друг с другом, преодолевая трудности и преодолевая триумфы. Совершенно верно. Давайте продолжим поддерживать и поощрять друг друга в преодолении жизненных взлетов и падений. Я полностью за это. Вместе мы можем изменить жизнь друг друга к лучшему. Я тоже так считаю. Спасибо за то, что вы прекрасный друг и обогатили мою жизнь. Спасибо и вам. Я благодарна за нашу связь и содержательные беседы. Давайте будем расти вместе, и пусть наша дружба будет процветать. Привет, Анна. Вы знали, что штаб-квартира Организации Объединенных Наций находится в Нью-Йорке. Привет, Джон. Да, я в курсе. Удивительно, как люди во всем мире признают значение ООН. Абсолютно. ООН играет жизненно важную роль в решении глобальных проблем и развитии международного сотрудничества. Похвально, как они стремятся поддерживать мир и безопасность между странами. Действительно, их усилия по урегулированию конфликтов и поддержанию мира заслуживают похвалы. Заслуживает внимание также приверженность ООН правам человека. Они работают над защитой и продвижением универсальных ценностей. Право человека имеют основополагающее значение, и очень важно, чтобы такая организация, как ООН, защищала их. Совершенно верно. Их работа распространяется на такие области, как искоренение нищеты, устойчивое развитие и борьба с изменением климата. Поразительно, как они решают такие разнообразные задачи, чтобы создать лучший мир для всех. Еще одним важным аспектом является способность ООН объединять страны для конструктивного диалога. Дипломатия играет важную роль в урегулировании конфликтов и поиске точек соприкосновения между странами. Верно. ООН служит платформой для сотрудничества стран, обмена идеями и поиска решений. И давайте не будем забывать о культурном разнообразии в организации объединенных наций. Здесь смешались разные нации и точки зрения. Это одна из вещей, которые меня больше всего вдохновляют, возможность культурного обмена и взаимопонимания. Совершенно верно. ООН предоставляет пространство, где люди из всех слоев общества могут собраться вместе и работать над достижением общего видения. Это свидетельство силы сотрудничества и веры в лучшее будущее для всех. Отрадно знать, что есть преданные своему делу люди и организации, работающие над построением более мирного и устойчивого мира. Определенно. Давайте и впредь поддерживать и ценить ценную работу организации объединенных наций. Совершенно верно. Для создания лучшего будущего важны все усилия. Давайте станем частью позитивных перемен. Хорошо сказано. Вместе мы можем изменить мир к лучшему. Вперед в будущее, основанное на единстве и понимании. Приветствую вас. Пусть наши коллективные усилия приведут к светлому будущему. Спасибо. Это была познавательная беседа. Хорошего дня. Урок 9. Время и прогресс. Привет, Анна. Вы заметили прогресс в изучении английского языка. Прошло около часа с тех пор, как мы в последний раз говорили. Привет, Джон. Да, мне кажется, я добиваюсь некоторых успехов. Изучение языка требует времени, иногда больше, чем ожидалось. Это правда. Важно быть терпеливым и настойчивым. Последовательность играет ключевую роль в изучении языка. Совершенно верно. Я стараюсь каждый день посвящать определенное количество времени тренировкам и совершенствованию своих навыков. Отличный подход. Регулярная практика помогает закрепить полученные знания и обрести уверенность в себе. Я также пользовался различными ресурсами, такими как языковые приложения, онлайн-курсы и собеседники. Замечательно, что вы изучаете различные инструменты и методы. Разнообразие в обучении может сделать вещи интересными. Да, и это знакомит меня с различными аспектами языка, такими как словарный запас, грамматика и произношение. Кстати, о произношении. Практиковались ли вы говорить вслух и слушать носители языка? Определенно. Я считаю, что для улучшения собственного произношения полезно имитировать интонацию и ритм носителей языка. Это отличная техника. Это помогает развить языковый слух и делает вашу речь более естественной. Я также общаюсь с носителями языка всякий раз, когда мне выпадает такая возможность. Отлично. Общение с носителями языка дает вам возможность применить полученные знания в реальных ситуациях. Иногда это может быть непросто, но это ценный опыт, который заставляет меня совершенствоваться. Ошибки – это часть процесса обучения. Не бойтесь выходить из зоны комфорта и рисковать. Вы правы. Я поняла, что ошибки – это возможность для роста и обучения. Изучение языка – это путешествие, и прогресс не всегда может быть линейным. На этом пути важно отмечать небольшие победы. Совершенно верно. Каждая веха, какой бы маленькой она ни была, это свидетельство усилий и самоотверженности, вложенных в обучение. И помните, что изучение языка – это не просто добраться до места назначения, а охватить весь процесс. Не могу не согласиться с этим. Это полезный опыт, который открывает двери для новых культур и перспектив. Хорошо сказано. Продолжайте в том же духе, и я уверен, что вы и дальше будете видеть прогресс в изучении английского языка. Спасибо. Ваша поддержка очень много значит. Давайте продолжим поддерживать друг друга в этом путешествии по изучению языка. Совершенно верно. Вместе мы можем добиться великих результатов. Впереди дальнейший прогресс и увлекательные языковые приключения. Приветствую вас. Пусть наши языковые навыки поднимутся на новый уровень. Желаю вам продуктивного дня. Спасибо. Тебе тоже самое. Берегите себя и продолжайте учиться. А пока до свидания. Привет, Анна. Со временем многие люди в Европе и Америке поняли, что рабство – это неправильно. К 1830 годам рабство. Привет, Джон. Да. Рабство стали широко осуждать как моральную и этическую несправедливость. В этот период активизировалось движение аболиционистов, и отдельные лица и группы выступали за прекращение рабства. Их усилия основывались на фундаментальной вере в равенство и справедливость для всех, независимо от расы или происхождения. Вдохновляет то, как люди объединились, чтобы бросить вызов глубоко укоренившемуся институту рабства. Совершенно верно. Они бросили вызов социальным нормам и настаивали на законодательных изменениях, чтобы положить конец этой репрессивной системе. Голосы аболиционистов стали громче, что способствовало повышению осведомленности и привлечению внимания к тяжелому положению порабощенных людей. Они обратили внимание на бесчеловечные условия и нарушения основных прав человека, которые увековечивают рабство. Движение также подчеркивало экономические и моральные последствия рабства и призывало к его немедленной отмене. Это был поворотный момент в истории, когда коллективное сознание начало смещаться в сторону свободы и равенства. И мы не должны забывать о храбрости и стойкости порабощенных людей, которые боролись за свое освобождение. Их истории и жертвы служат напоминанием о силе человеческого духа перед лицом невзгод. Совершенно верно! Их борьба проложила путь к более инклюзивному и справедливому обществу. В конечном итоге аболиционистское движение добилось успеха, что привело к официальной отмене рабства во многих странах. Однако мы должны признать, что борьба со всеми формами угнетения и дискриминации продолжается и по сей день. Вы правы! Наследие аболиционистского движения напоминает нам о постоянной необходимости бороться за равенство и справедливость. Очень важно, чтобы мы узнали об истории рабства и его долгосрочных последствиях для себя и будущих поколений. Понимая прошлое, мы можем работать над созданием более справедливого и сострадательного мира. Давайте сделаем все, чтобы уроки аболиционистского движения не были забыты, и будем активно работать над построением лучшего будущего. Хорошо сказано. Давайте вместе внесем свой вклад в общество, в котором ценят свободу, равенство и человеческое достоинство. Урок 11. Учебные материалы Привет, Анна. Это здорово. С какими материалами вы обычно работаете при изучении английского языка? Привет, Джон. Я использую различные материалы, чтобы сделать обучение увлекательным и эффективным. Это разумный подход. Можете ли вы привести несколько примеров материалов, которые вы считаете полезными? Конечно. Я часто использую учебники, онлайн-статьи, подкасты и приложения для изучения языков. Учебники обеспечивают структурированный учебный процесс, а онлайн-статьи помогают мне практиковать понимание прочитанного. Совершенно верно. Подкасты отлично подходят для улучшения навыков аудирования и знакомства с разными акцентами. Я согласен. Они также знакомят нас с различными темами и помогают расширить наш словарный запас. Приложения для изучения языка удобны и интерактивны. Мне нравится использовать их для упражнений по словарному запасу и грамматики. Приложения могут быть интересным способом закрепления полученных знаний и отслеживания прогресса. Используете ли вы какие-либо конкретные приложения? Я использую популярное языковое приложение, которое предлагает интерактивные уроки и индивидуальные учебные планы. Звучит полезно. Мне придется все проверить. Есть ли другие материалы, которые вы используете в своей учебной программе? Да. Я также смотрю фильмы и сериалы на английском языке с субтитрами, чтобы улучшить свои навыки аудирования и понимания. Отличная идея. Это позволяет вам погрузиться в язык и учиться в более естественном контексте. Я также по возможности общаюсь с носителями языка, чтобы попрактиковаться в разговоре и обрести уверенность в себе. Это просто фантастика. Общение с носителями языка помогает нам чувствовать себя более комфортно при общении в реальной жизни. Поначалу это может быть непросто, но это ценный опыт, который ускоряет изучение языка. Совершенно верно. Погружение в язык и использование аутентичных материалов – ключ к прогрессу. Чтобы мотивировать себя, важно найти материалы, соответствующие нашим интересам и стилю обучения. Не могу не согласиться с этим. Когда нам нравятся материалы, обучение становится более приятным и экологичным. Именно так. Все дело в том, чтобы найти баланс между структурированными учебными материалами и аутентичными ресурсами. Хорошо сказано. Спасибо, что поделились своими мыслями. Я обязательно ознакомлюсь с некоторыми из упомянутых вами материалов. Урок 12. Цветные сады. Привет, Анна. В последнее время я занимаюсь садоводством и сажаю разноцветные цветы. Было очень приятно. Привет, Джон. Звучит замечательно. Красочные сады могут быть очень привлекательными. Какие цвета вы посадили? Что ж, я посадила красные, оранжевые и синие цветы. Каждый цвет привносит в сад свой шарм. Это потрясающе. Красные цветы могут добавить яркости и страсти, а оранжевые — тепло и энергию. Именно так. А синие цветы могут создать ощущение спокойствия и умиротворения среди яркой палитры. Наверное, приятно видеть, как все эти цвета цветут вместе. Есть ли у вас особые фавориты? Выбрать сложно, но мне особенно нравятся красные розы и оранжевые бархатцы. Они действительно выделяются. Розы и бархатцы — классический выбор. Их насыщенные цвета и отчетливые ароматы делают их популярными среди садоводов. Да, они не подвластны времени и никогда не перестают впечатлять. А как же ты? У тебя есть любимые цветы. Меня очень привлекают голубые цветы, такие как незабудки и васильки. Их нежные голубые оттенки завораживают. Это отличный выбор. Синие цветы обладают определенными эфирными качествами, которые придают любому саду нотку очарования. Совершенно верно. Они могут создать безмятежную и мечтательную атмосферу. Вы заметили другие преимущества цветных садов. Да, помимо эстетической привлекательности цветные сады привлекают таких опылителей, как бабочки и пчелы, которые необходимы для размножения растений. Это правда. Высаживая растения разных цветов, вы приглашаете в свой сад самых разных опылителей. Интересно наблюдать за активностью жужжания и ролью этих опылителей в поддержании здоровой экосистемы. Определенно. Кроме того, красочные сады могут поднять нам настроение и обеспечить спокойный отдых от суеты повседневной жизни. Совершенно верно. Время, проведенное на природе в окружении ярких цветов, положительно влияет на наше самочувствие. Не могу не согласиться с этим. Это прекрасный способ соединиться с природой и найти утешение в ее постоянно меняющейся красоте. В самом деле. Природа вдохновляет нас и напоминает нам о чудесах, которые существуют за пределами нашей повседневной рутины. Хорошо сказано. Ваш красочный сад – это не только праздник для глаз, но и источник вдохновения и радости. Спасибо. Я рада, что вы это цените. Природа умеет объединять людей и разжигать разговоры. Это действительно так. Ваш сад – свидетельство красоты и разнообразия природного мира. Давайте и дальше беречь и беречь эти красочные пространства, и пусть они и дальше украшают нашу жизнь. Урок 13. Мир драмы. Привет, Анна. Тебе нравится смотреть драмы. Я слышала, что они могут быть очень увлекательными. Привет, Джон. Да, я очень люблю драмы. Они могут вовлечь вас в разные истории и эмоции. Это замечательно. Твоя мать также интересуется драмами. А, определенно. Моя мама – большая поклонница драм. У нее длинный список любимых актеров и актрис. Всегда приятно видеть любимых исполнителей, которые оживляют персонажей на экране. Кого она больше всего любит? Что ж, она обожает известного актера, который известен своей универсальностью и яркими выступлениями. Это впечатляет. Удивительно видеть, как актеры могут убедительно трансформироваться и исполнять разные роли. Да, это действительно так. У нее также есть любимая актриса, которая славится своим изяществом и природным талантом. Удивительно, как актеры и актрисы могут оставить неизгладимое впечатление своими выступлениями и наладить связь со зрителями. Совершенно верно. Их способность вызывать эмоции и переносить нас в разные миры поистине удивительна. Я понимаю, почему драмы так популярны. Они позволяют нам сбежать и испытать целый ряд эмоций. Верно. Драмы могут заставить нас смеяться, плакать и даже размышлять о собственной жизни и отношениях. Это мощная среда для повествования, изучения различных тем и человеческого опыта. Это правда. Хорошо написанный сценарий и высококачественное производство могут улучшить впечатление от просмотра. Совершенно верно. Это как сочетание различных видов искусства, создающих нечто поистине захватывающее. Я понимаю, почему у драм столько преданных поклонников. В них сочетаются развлечения и наводящие на размышления сюжеты. Да. Они могут произвести неизгладимое впечатление и спровоцировать разговоры среди зрителей. Замечательно, что вы с матерью разделяете этот интерес. Наверное, это отличный опыт общения. Безусловно. Так оно и есть. Нам нравится обсуждать наши любимые драмы и рекомендовать их друг другу. Это просто фантастика. Обмен рекомендациями. Отличный способ открыть для себя новые драмы и расширить кругозор. Совершенно верно. Это бесконечное путешествие, полное открытий и восхищения искусством повествования. Что ж, спасибо, что поделились своим мнением о мире драмы. Это была увлекательная беседа. Привет, Анна. У тебя когда-нибудь были незабываемые встречи с любимыми актерами или актрисами? Привет, Джон. Да, мне посчастливилось встретиться с некоторыми из них лично. Это было действительно захватывающе. Звучит потрясающе. Как произошли эти встречи? Ну, однажды я была на премьере фильма, и у меня была возможность встретиться с одним из моих любимых актеров на красной ковровой дорожке. Наверное, это был захватывающий опыт. Каково было встретиться с ними лицом к лицу? Это было сюрреалистично. Сначала я был немного поражен звездами, но они были невероятно любезны и дружелюбны. Приятно это слышать. Всегда приятно, когда наши любимые знаменитости оказываются добрыми людьми. Совершенно верно. Это сделало этот опыт еще более незабываемым и укрепило мое восхищение их работой. У вас была возможность побеседовать с ними? Да, хотя и непродолжительное. Мне удалось выразить им признательность за их талант и то влияние, которое они оказали на меня. Замечательно, что у вас была возможность напрямую выразить им свое восхищение. Определенно. Это редкая возможность лично познакомиться с кем-то, чья работа повлияла на вашу жизнь. Могу себе представить. Встреча с кем-то, кем вы восхищаетесь, может произвести неизгладимое впечатление и создать незабываемые воспоминания. Это действительно так. В другой раз я посетила фан-мероприятие, где мне довелось получить автограф от любимой актрисы. Это тоже звучит захватывающе. Мероприятия для фанатов могут стать отличным способом общения со знаменитостями в более интимной обстановке. Да, они дают возможность фанатам выразить поддержку и благодарность своим любимым звездам. Удалось ли вам поделиться с актрисой какими-либо словами во время автограф-сессии? Это было быстрое общение, но мне удалось сказать ей, как я восхищаюсь ее талантом и персонажами, которых она изображала. Уверена, ей понравилось это слышать. Для артистов всегда важно знать, что они оказали влияние на свою аудиторию. Совершенно верно. Важно признавать и ценить упорный труд и преданность делу, вложенные в их ремесло. В самом деле. Встреча с нашими любимыми актерами и актрисами позволяет нам выразить благодарность и поддержку. Это особая связь между фанатами и теми, кто вдохновляет нас своими выступлениями. Я вижу, что эти встречи станут заветными воспоминаниями. Они создают ощущение связи и вдохновения. Точно. Эти впечатления пробуждают в мне любовь к драмам и талантливым личностям, которые воплощают их в жизнь. Спасибо, что поделились своими встречами с фанатами. Было интересно узнать о ваших личных связях с актерами и актрисами. Урок 15. Тайна номера комнаты. Доброе утро, Анна. Я только что получила ключ от нашего гостиничного номера. Номер нашего номера 205. Пойдем проверим. Эй, Джон, это отличная новость. Мне не терпится увидеть, как выглядит наша комната. Ведите путь. Мы здесь. Комната 205. Посмотрим, работает ли ключ. Вставляет ключ в замок. Ух ты! Это прекрасно! Декор очаровательный, а цвета такие привлекательные. Не могу дождаться, когда смогу освоиться. Послушайте, здесь есть удобная кровать и письменный стол, где мы можем работать или планировать дневные мероприятия. А ванная комната выглядит чистой и аккуратно организованной. В отеле всегда приятно иметь хорошую ванную комнату. Согласовано. А, я вижу там мини-холодильник. В нем будет удобно хранить напитки и закуски. Это прекрасно! Всегда приятно иметь в номере прохладительные напитки. И посмотрите, на стене установлен телевизор. Вечером мы можем расслабиться и посмотреть любимые шоу. Замечательно! Именно мелочи делают пребывание в отеле приятным. Я уже чувствую себя здесь комфортно. Я тоже. Давай распакуем чемоданы и устроимся. У нас есть все необходимое для комфортного проживания. Определенно! Я рада, что у нас есть хороший номер. Это задает позитивный тон всей нашей поездки. Совершенно верно! Теперь, когда все готовы, давайте проведем здесь время по максимуму и насладимся нашим пребыванием. Похоже на план. Давайте выйдем на улицу и осмотрим город. Мне не терпится увидеть, что он может предложить. Отличная идея! Давайте выйдем на улицу и оставим незабываемые воспоминания. Вперед! Урок 16. Фитнес и тренировки. Привет, Анна! Каков твой режим тренировок? В основном я занимаюсь кардиотренировками и силовыми упражнениями. Привет, Джон! Мой режим тренировок состоит из комбинации упражнений, включая кардиотренировки и силовые тренировки. Отлично! Кардиотренировки отлично подходят для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы и сжигания калорий. Совершенно верно! Мне нравятся такие занятия, как бег, езда на велосипеде или прыжки со скакалкой, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений и повысить выносливость. Кардиотренировки – отличный способ повысить уровень энергии и поддерживать физическую форму в целом. Это определенно заряжает меня энергией в течение дня. Помимо кардиотренировок, я также включаю силовые тренировки в свой распорядок дня. Силовые тренировки отлично подходят для наращивания мышечной массы, увеличения силы и плотности костей. Да, я считаю, что это полезно для тонизирования моего тела и повышения общей физической работоспособности. Заостряете ли вы внимание на определенных группах мышц во время силовых тренировок? Да, мне нравится воздействовать на разные группы мышц в разные дни. Например, однажды я могу поработать над руками и плечами, а в другой день сосредоточиться на ногах и теле. Отличный подход. Он позволяет уделить каждой группе мышц необходимое внимание. Совершенно верно. Важно разнообразить тренировки, чтобы тренировать разные мышцы и предотвращать плато. Я согласен. Перепутав свой распорядок дня, вы сможете сделать его более приятным и избавить вас от скуки. Именно так. Я также использую упражнения на гибкость, такие как растяжка или йога, чтобы улучшить диапазон движений и предотвратить травмы. Упражнения на гибкость часто игнорируются, но они необходимы для поддержания здоровья суставов и предотвращения мышечного дисбаланса. Верно. Важно заботиться о своем теле и уделять приоритетное внимание как сердечно-сосудистой системе, так и силовым нагрузкам. Как часто вы обычно тренируетесь в течение недели? Я стараюсь заниматься физическими упражнениями не менее 3-4 дней в неделю, но это может варьироваться в зависимости от моего графика. Когда дело доходит до фитнеса, главное – постоянство. Здорово, что вы стараетесь регулярно оставаться активными. Спасибо. Это часть моего образа жизни, и я наслаждаюсь физическими и умственными преимуществами, которые это приносит. Не могу не согласиться с этим. Регулярные физические упражнения не только улучшают физическое здоровье, но и повышают настроение и снимают стресс. Совершенно верно. Это комплексный подход к оздоровлению, и я призываю всех найти себе занятия по душе и сделать фитнес приоритетом. Отличный совет. Занимаясь любимым занятием, вы сможете сохранить мотивацию и посвятить себя занятиям фитнесом. Дело не в совершенстве, а в прогрессии и заботе о своем теле. Мудрые слова. Давайте вдохновим других уделять больше внимания физической форме и вести более здоровую и счастливую жизнь. Урок 17. Влияние поведения и танца. Эй, вы когда-нибудь замечали, как люди склонны подражать поведению окружающих? Абсолютно. Удивительно, как на нас могут влиять действия и взгляды других людей. Это правда. Наше поведение может определяться людьми, с которыми мы общаемся, и окружающей средой, в которой мы находимся. Это заставляет меня задуматься, наблюдают ли за нами другие и могут ли наши действия как-то повлиять на них. Думаю, что да. Наше поведение может служить моделью для других, сознательно или бессознательно. Это напоминание о том, что нужно быть внимательными к своим действиям и стараться подавать положительный пример окружающим. Совершенно верно. Наше поведение может оказывать влияние на других так, как мы, возможно, даже не подозреваем. С другой стороны, если говорить об акциях и самовыражении, вы когда-нибудь пробовали танцевать? Да. У меня есть. Танцы. Прекрасный способ выразить себя и пообщаться с другими. Приятно это слышать. Что тебе больше всего нравится в танцах? Я согласен. Удивительно, как танец может преодолевать языковые и культурные барьеры, объединяя людей. Совершенно верно. С помощью танца мы можем передавать эмоции, истории и переживания, не произнося ни слова. Это также отличный способ оставаться активным и поддерживать физическую форму. Да. Танцы. Это веселая и увлекательная форма упражнений. Это заставляет ваше тело двигаться и учащать сердцебиение. Мне всегда было интересно узнать о разных танцевальных стилях. У тебя есть любимый. А. Есть так много прекрасных танцевальных стилей, которые стоит исследовать. Мне нравятся самые разные жанры, от сальсы до современной музыки. Это замечательно. Приятно иметь разные интересы и исследовать разные формы художественного самовыражения. Совершенно верно. Танцы открывают безграничные возможности для творчества и личностного роста. Если кто-то хочет начать танцевать, но не решается, какой совет вы бы ему дали? Я бы посоветовал им отпустить любую неуверенность в себе и попробовать. Танцы. Это наслаждение моментом и использование своего уникального стиля. Отличный совет. Важно помнить, что танцы – это не совершенство, а самовыражение и веселье. Именно так. Так что, будь то в уединении дома или на танцполе, позвольте ритму управлять вами и танцуйте так, как будто никто не смотрит. Хорошо сказано. Мы должны проявлять свою индивидуальность, подавать положительный пример своим поведением и танцевать с радостью и заброшенностью. Продолжение следует...